В России нужно повсеместно развернуть строительство дорог. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил российский президент Владимир Путин во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия». Глава государства обещал регионам страны обеспечить финансовую поддержку в решении данного вопроса. Так президент предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов до 2026 года, увеличивая финансирование по мере появления новых проектов. Владимир Путин также предложил со следующего года поддержать региональные проекты по модернизации инженерных систем, выделив на первом этапе около 150 миллиардов рублей. Президент также предложил выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в стране, а также направить российским регионам дополнительно 50 миллиардов рублей для развития общественного транспорта. Керчь оживает. В городе восстановлена работа общественного транспорта. В Керчи после наводнения, вызванного аномальными ливнями и разливами реки Мелек-Чесме, восстановлена работа общественного транспорта на всех городских улицах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Движение общественного транспорта осуществляется в полном объеме, в том числе по улицам Пирогова и Самойленко, написал мэр и поблагодарил всех за терпение в сложившейся ситуации. 17 июня в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных Черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 18 июня циклон обрушился на Ялту, где за 6 часов выпала больше месячной нормы осадков. По данным властей, в результате разгула стихии пострадало 18 человек. Погиб молодой мужчина, которого смыло потоком воды. Пропала без вести женщина. Новая концепция развития общественного транспорта Рязани появится к 1 июля. Депутатам Городумы Рязани к 1 июля представят новую концепцию развития общественного транспорта. Об этом начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков рассказал на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры. По словам Синякова, в данный момент на рассмотрении находится несколько вариантов. В Рязани постоянно меняются начальники управления транспорта, но проблемы не только не решаются, но и усугубляются, буквально в геометрической прогрессии. Прокомментировал ситуацию зампред Рязгордумы, постоянно занимающийся вопросами общественного транспорта и входящий в рабочую группу. На данный момент соотношение муниципального и коммерческого транспорта в городе соответствует пропорциям 25 на 75 с преобладанием коммерческого. По словам депутата, муниципальный транспорт обслуживает маршруты, которые социально востребованы. Коммерческие перевозчики обслуживают самые прибыльные маршруты и зачастую, как следует, работают только в часы самых интенсивных нагрузок. В вечернее время коммерческий перевозчик практически не работает, и город обслуживается только муниципальным общественным транспортом. Новосибирская область возьмет в лизинг 150 белорусских автобусов. В рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Новосибирская область планирует закупки нового и поддержанного общественного транспорта. Еще одним направлением работы станет совместное производство по модернизации трамваев БКМ Сибирь. Подчеркну заинтересованность в реализации этого проекта. «Эти трамваи показывают свое качество, а цена дешевле, чем если бы мы закупали новые трамваи», – заявил мэр Анатолий Локоть. В этом году предприятие планирует выпустить только пять модернизированных трамваев, но поддержка из областного бюджета позволила бы увеличить их выпуск, – отметил мэр. Он напомнил, что парк городского общественного транспорта уже существенно пополнился за счет белорусского транспорта. В прошлом году в Новосибирск по лизингу закупили 15 газомоторных автобусов, и в этом году закупают еще 50, а также 20 троллейбусов, которые отличаются от обычных большим запасом автономного хода и 10 низкопольных трамваев. Однако это не предел для такого крупного мегаполиса, как Новосибирск, закупки будут гораздо масштабнее. «Принято принципиальное решение о закупке большой партии автобусов в количестве 150 штук по лизинговым программам», – прокомментировал губернатор области Андрей Травников. Общественный транспорт Кабардино-Балкарии оснастят системой ГЛОНАСС. На сегодняшний день в республике ведется работа по установке блоков ГЛОНАСС в общественном транспорте региона. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта в пятницу. Оснащение и настройка блоков ГЛОНАСС в общественном транспорте ведется с целью внедрения в регионе сервиса «Яндекс.Транспорт». С помощью навигационно-информационной системы, функционирующей на базе ГКУ КБР «Безопасная республика», мы сможем предоставить жителям ГЕО данные о месте нахождения маршрутных транспортных средств и время до их прибытия, рассказали в ведомстве. На сегодняшний день пилотный проект уже запущен на маршруте номер 17. Также до конца года планируется запустить данную систему на территории региональной столицы, а затем и во все республики. С 18 июня общественный транспорт в Мурманской области может быть заполнен на две трети. В пятницу вступило в силу постановление правительства Мурманской области, согласно которому общественный транспорт может быть заполнен на две трети от возможной загрузки. Летом пассажиропоток снижается, но в час пик на отдельных маршрутах может возникнуть повышенный спрос на общественный транспорт. Региональные Минтранс и перевозчики начали мониторинг маршрутов и рейсов. Пассажиры также могут принять участие в мониторинге. Если гражданин стал свидетелем переполненного транспорта, он может сообщить об этом специалистам Министерства транспорта Мурманской области по единому номеру – WhatsApp, Telegram или Viber. Достаточно направить фото или видео, на котором будет видно количество пассажиров в салоне автобуса или троллейбуса. В коротком комментарии необходимо указать госномер транспортного средства, номер маршрута и приблизительное время съемки. Оперативный штаб обращает внимание граждан на то, что решение о посадке принимает пассажир, и если транспорт значительно заполнен, рекомендуется воздержаться от поездки и воспользоваться следующим автобусом или троллейбусом. Обновление автобусных маршрутов столицы. Полпути пройдено, но процесс продолжается. В мае-июне 2021 года истекает срок действия пятилетних контрактов на обслуживание 208 маршрутов регулярных перевозок в городе Москве. Часть из них продолжит работу в прежнем виде и далее по новым контрактам. Другие же маршруты претерпят изменения. Первые автобусные маршруты поменялись с 9 мая, вторая партия – с 16-17 мая, третья – с 22 по 25 мая, четвертая – на стыке мая и июня. Пятая группа обновилась в начале июня. В середине месяца, с 10 по 24 июня обновление автобусных маршрутов продолжается. Количество маршрутов общественного транспорта в городе несколько сокращается. Новации призваны упразднить дублирующие маршруты и сократить интервалы на старшихся. В Перми планируют сделать проезд для учеников начальных классов бесплатным. Проезд в городском общественном транспорте для школьников с 1 по 4 классы может стать бесплатным с 1 сентября. Об этом сообщила депутат от партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова. В Facebook Куликова отметила, что траты на эту цель не очень большие для бюджета города. Также на заседании Комитета по экономическому развитию депутаты обсуждали идею введения скидки на проезд для малоимущих и многодетных семей. 30% по проездному на 30 поездок и 40% на 60 поездок. Ранее Вероника Куликова предлагала сделать проезд для детей и пенсионеров бесплатным для увеличения востребованности пермского общественного транспорта. Она также выступила за комплексные изменения в транспортной сфере, например, за возвращение длинных автобусных маршрутов. Субтитры создавал DimaTorzok